Но что интересно сейчас? Контрнаступление. В США Энтони Бринген говорит, что успех контрнаступления может вынудить Путина к переговорам. Мы знаем, что есть очень много таких переговорных лиц, которые хотели бы быть миротворцами, посредниками и так далее. Но буквально 16 июня Киев посетила делегация лидеров африканских стран во главе с президентом Южной Африки Ромофосой. И вот такой целью миссии называют пропаганду важности мира. И по ощущению сторон согласится на процесс переговоров. Но понимаем, что Африка, да, она там ни вашим, ни нашим. И если верить, например, Ройтерсу, то там источники говорят, что этот план их состоит из того, чтобы отвезти войска немножко, ослабить санкции против России. И в общем такие пункты, которые не входят точно в планы Украины. Знаем, что далее африканцы отправятся в Санкт-Петербург и у них будет встреча с Путиным. Вот важность таких приездов, встреч, потому что сегодня эти люди, когда приехали в Киев, они спускались в бомбоубежище. Их Путин хорошо встретил. Самое главное, их сначала отвезли в Бучу. Вот это очень важно. Это очень важно понимать. Я тогда помню, когда меня спрашивали, и вы, может быть, спрашивали, я уже не помню, касательно вот разных таких переговорных предложений с разных стран. Из Бразилии, из Южной Африки. Кто бы ни был, там большие страны, маленькие страны. То есть, и ежели кто-то намеривается приехать, обязательно приглашайте их в Киев. Обязательно. Всех приглашайте. Всех без разбора приглашайте в Киев. В Бучу, в Ирпень, в Гастоми. Всех пропускайте через это, чтобы они это видели. Огромное количество журналистов. Желательно журналистов всех этих стран в том числе. Ну и плюс иностранных. Чтобы это было заснято и дошло бы до этих стран также, лидеры которых будут к вам приезжать. И тогда, когда они будут возвращаться туда, потому что я не знаю во многих из этих стран, особенно в тех, которые приблизительно 40, которые сегодня приехали, там как пропаганда работает, да, и насколько они информированы о реальной ситуации. Но они воздерживаются в Организации Объединенных Наций. Они не поддерживают Россию, но они не поддерживают Украину в том числе. Поэтому вот там где-то 140 стран, которые вас поддерживают. Поэтому вот эти страны, а это в основном африканские страны, латиноамериканские страны, вот именно поэтому, поэтому, их надо приглашать. Да, приглашать, хорошие предложения, спасибо тебе большое за предложение. Садись на самолет, приезжай, поговорим. Это не телефонный разговор. Приезжай, поговорим. Садись, приезжай. И пропустите их через все это, чтобы люди, да, они любые нормальные люди, в конце концов. Я не знаю, как на них, но на меня, например, перед глазами до конца моей жизни будет стоять расстрел этого молодого парня, который перед смертью сказал славу Украину. Вот я сейчас сказал, он у меня дрогнул. Вот видите? То есть я живой человек, да, это же не просто так, потому что я не знаю, как что, как идиот. Вот я взял, посмотрел это, весь этот ролик. Я не люблю смотреть такого типа вещей. Тяжелая идея, да. Я много чего навидался в жизни, понимаете? Просто уже, когда живешь в мире, одно дело, я на войне, это вижу, и ты уже становишься немножко грубее, да? А когда ты в мирной жизни это видишь далеко, да, я все-таки здесь, в Америке, и это видишь, ну, в любом случае, я могу это все-таки, мужчина должен научиться держать удар. Ну, на меня вот то, что парень так посмотрел в дуло и сказал славу Украине, вот это на меня производит впечатление. Ну, их тоже надо, а там таких преступлений в огромном количестве, да? И вот проводите их через оттуда, и журналисту, чтобы все эти видели, которые, может, первый раз приедут туда. И потом показываете, это тоже информационная политика, да, это очень главный, хороший месседж и хорошие возможности. Поэтому используйте, это первый мой месседж, да, такой, как относиться к этому. Теперь, какие могут быть результаты, и стоит ли на эту тему беспокоиться? Категорически не стоит вам беспокоиться, категорически, потому что, вот, однозначно, вот после встречи этих, ваш президент уже вышел и сказал свою точку зрения. Только полный вывод оккупантов до 91-го года. Он это сказал в открытом тексте. Если он это говорит, значит, он хотел сказать всем, все, что пришли, это сказали, я их выслушал, я им сказал свое мнение. И теперь я публично говорю свое мнение точно так же. То есть они без толку приехали. Какие-то там предложения, ну, может, по зерновому контракту, да, ради бога, по зерновому контракту я не возражаю. То есть вы работаете. Если вы считаете, что выпендриваются там в Москве, поезжайте туда, объясните. В этой позиции мою тем, потому что зерновой контракт по ходу войны работает. То, что сегодня работает, пускай работает. А то, что вы говорите, мир, мир, возможно, только вот и политический мир, да, вот тогда. И эти все люди, вот которые сейчас приехали, мастер свои, они проталкивают китайскую мирную инициативу, да. В первую очередь это Южная Африка же лидером, да, в этой тематике. Южная Африка член БРИКС. И, как вы сами понимаете, этот лидер, президент Южной Африки, он в той или иной мере завязан на Москве. Он еще представлял Африканский национальный конгресс. Он взрослый человек, ему за 70 или 70 с чем-то лет. Ну, короче, человек, который знает Советский Союз и знает, что это такое. И у него прекрасная связь с той же Россией, да. Поэтому у него довольно сильные пророссийские взгляды. Но он понимает, мир поменялся, и поэтому он хочет и нашим, и вашим работать, да. В этом плане. И поэтому ему хочется на этой теме какие-то, ну, политические кредиты заработать. Вот. Но я не думаю, что ему удастся какие-то политические кредиты заработать на западной стороне. Я, в первую очередь, я имею в виду те, которые жестко стоят за полный вывод российских войск в территории Украины. Вот. Ну, где-то на этой стороне он может заработать эти кредиты. Ну, ради бога, пускай это делают. Но самое главное, вы тоже это используете. Да, потому что это улица с двусторонним движением. Если вы будете отфутболить это от этого, это будет плохо для вас. Это плохо будет для им. Вот скажут, ну, вот мы предлагаем, а они не хотят. А вы наоборот, вы предлагаете, хорошо, теперь приезжайте, послушайте, что я скажу. Потом поезжайте туда и послушайте, что он скажет. А потом возьмите свое предложение, поставьте посередине и посмотрите, что можно здесь договориться, а в чем нельзя категорически договориться. И они поймут, что по принципиальным вопросам договориться нельзя. А по каким-то второстепенным вопросам, ну, я имею в виду, гуманитарным вопросам, но по сравнению с политическим, гуманитарный это второстепенный вопрос. Я имею даже и зерновой контракт, да, как бы они там что-то не говорили, потому что мало ли, что люди будут голодать там в Африке. Для украинцев, которых погибают под бомбежками, украинцу на это наплевать. Украинцу на это наплевать. Это им надо. Этим людям, которые там, да, и у них есть руководители, которые об этом должны думать. А президент Зеленский должен думать об украинском народе, да, который погибает под бомбежками. От того, что он погибнет, от того, что у него зерно будет или не будет, ему-то что до этого. Он и так погибает в этом плане. Поэтому и нельзя решить эту тематику вкупе с той же бомбежкой. Поэтому сначала нужно закрыть эту тему бомбежкой. А закрыть эту тему бомбежкой не в смысле прекращением огня. Завтра это может повториться. А именно полным завершением этой войны. А полное завершение этой войны возможно только в случае победы и поражения какой-то стороны. Сегодня это возможно? Пока еще нет. Кто-то на это пойдет, категорически никто на это не пойдет. Ни России, ни Украине. Во всяком случае, сегодня нет. Значит, война будет продолжаться. А вот когда война придет к какому-то такому моменту, когда будет видно, что одной стороны уже более сильные позиции, вот тогда эта тема переговоров может появиться на повестку дня. И тогда к вам в Киев приедет не вот такие второстепенные представители африканских стран, а уже усилится позиция главных стран Соединенных Штатов Америки и Китая. Вот тогда на аванс цена они придут. А пока это, знаете, как вот мы выйдем какие-то шоу или концерты какие-то, бывает, что-то. Или там на разогрев выпускают кого-то, да? Вот эти, считайте, они на разогрев идут. А в самом конце появится именно вот такого типа страны или выступающие, которые вот главные голоса, да? Вот Луча на повороте должен был петь где-то, допустим, покойный с его голосом. А ему в первом отделении показывают вот эту всю российскую попсу, да, грубо говоря. Вот эти Газманов, Мазванов, вот это все второстепенно. Они выходят, а люди пришли по вороте слушать. И они сидят и будут вынуждены на это слушать. Вот так же эти африканские вот эти лидеры, они тоже приходят, вот на эту тему говорят. Это параллели так я провожу для простоты понимания, да, вот данной ситуации, чтобы вы, зрители, тоже понимали бы, стоит ли очень сильно реагировать на такого типа визита. Используйте их просто по полной программе для информационной политики, для своей собственной пропаганды, для объяснения вашей аудитории. Реагировать очень серьезно на это не надо, потому что никаких переговоров политических сегодня априори невозможно. И никто не будет их проводить. Вот пока мы с вами говорим, появляются новости. Вот, например, что сказал президент Ромофоса, который сегодня же был в Киеве, да, сказал, что вопрос, возможно, в участии Путина в саммите БРИК, на самом деле сейчас обсуждается у них. То есть о чем здесь можно говорить? Хорошо, что если показали, что-то донесли, но мы понимаем, что позиция все та же, и вот такие заявления, они однозначно очень не радуют Украину, но я думаю, всех людей нормальных сообщества, которые понимают, кто преступник, и кто не должен сегодня быть на важных стамплях и тому подобное. Извините, извините, уважаемая Анастасия, вы просто должны быть готовы. Вот это будет, вот они обсуждают. Ну, ради бога, пускай они обсуждают. Главное, он поедет или не поедет. Это не от их обсуждения зависит. Он поедет только туда, где он гарантии дает сам себе, а не президент Южной Африки, а не президент какой-то другой страны, понимаете? И даже когда он ездил в Ереван, ему не нужны были гарантии Пашиняна. Он гарантии сам себе дает. У него там военная база, у него там самолеты. Он небо охраняет, землю охраняет, понимаете? У него есть все для того, чтобы не допустить посторонних в этот вопрос. Также и в этих странах Астана, Самарканд, куда он ездит. Он это там гарантирует, и Беларусь в том числе. Он может поехать только куда, где он гарантии даст сам себе. А когда если себе гарантии даст кто-то другой, а этот кто-то другой гарантии самому себе может дать? И еще вчера встречался с украинским правительством, президентом, поэтому я думаю, что Путина-то будет немножко страшно, наверное, такие события. Нет, но он, находясь в Южной Африке, он может обеспечить небо от пролета от Москвы до Кейптауна, или там до Йоганнесбурга, где это будет проходить. Он может это обеспечить. Это же не от того, что это борт номер один. Там на этом борту будет сидеть человек, которому Международный уголовный суд выдал ордер. И завтра этот Международный уголовный суд запустит механизм запроса о том, что вот преступник сидит, которого мы разыскиваем на этом самолете. Есть столько стран, которые могут контролировать это небо. А еще есть нейтральная территория. Много чего такого есть. И спокойно могут и посадить самолет, и сбить этот самолет. Все может быть. Ему это надо. Поэтому, а спекуляции на этом, да ради бога, это похоже на спекуляции того же Лукашенко касательно ядерного оружия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok